Друзья, в RDM Import мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео о вторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале большое количество интересного и полезного материала о выборе и покупке поддержанного автомобиля. Обзоры сравнения, обзоры тест-драйва и обзоры технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а если вас интересуют машины в наличии или, к примеру, вакансии, все это вы можете обнаружить по ссылкам, которые будут в описании под видео. Когда речь заходит об автомобиле класса кроссовер, многие, в первую очередь, вспоминают такие классические варианты, как Toyota RAV4 или, например, Honda CR-V. Но были кроссоверы и у других марок, в том числе европейских, или, вернее сказать, американо-европейских. В нашем сегодняшнем обзоре как раз такой. Это Ford Kuga второго поколения. Такие автомобили на старичке встречаются не очень часто, но привлекают неплохим соотношением цена-количество автомобиля. Давайте разберемся, чего ждать от поддержанной Ford Kuga. Кроссовер Kuga появился на российском рынке в 2012 году. Эта модель простояла на конвейере целых 7 лет, до 2019-го. При этом в 2016-м компания обновила машину, проведя через довольно масштабный рестайлинг, в ходе которого значительно изменили оформление передней части, а также поправили агрегатную линейку. Купить эту машину на российском рынке вы могли с одним из следующих вариантов моторов. Бензиновые двигатели с трубонаддувом объемом 1,6, либо 1,5 литра с одинаковой мощностью 150 и 182 лошадиные силы для дорестайлинга и рестайлинга соответственно. Атмосферный бензиновый агрегат объемом 2,5 литра на 150 лошадиных сил, либо дизель объем 2,0, мощность 140 лошадей. Коробки передач на этих автомобилях могли быть как механическими для самых простых дорестайлинговых переднеприводных версий, так и классическими автоматами. Ну а дизелям полагался робот с двумя сцеплениями. Наш сегодняшний экземпляр 2014 года выпуска под капотом 1,6, 150 лошадиных сил, коробка автомат и полный привод. При взгляде со стороны Ford Kuga 2-й генерации не выглядит как слишком уж громоздкая машина. Длина этого автомобиля 4 метра 52 сантиметра, ширина 1,83 метра, а высота 1,70 метра. Колесная база 2,69 метра. Снаряженная масса этого кроссовера 1680 килограмма, максимально разрешенная 2,250 метра. Что касается толщины красочного покрытия, то в отличие от своих собратьев по концерну третьих фокусов, где разброс показаний толщиномера для родной краски запросто может лежать в диапазоне от 120 до 180-190 микрон, Kuga окрашена в разы аккуратнее. В данном случае разброс показаний прибора для заводского окраса лежит в диапазоне от 100 до 140 микрон максимум. Кстати, кузовные панели у этой машины оцинкованные, и это обуславливает хорошую стойкость кузова Ford Kuga к коррозии. Исключением могут выступать проблемы с нижними кромками дверей. И то по причине того, что коррозия в дверях, как правило, развивается с внутренней части. Поэтому эти места на автомобиле обязательно проверяйте. Также в группе риска те места на кузове, где присутствует контакт с пластиком. И, соответственно, с годами может протираться покрытие до металла. Однако даже у возрастных экземпляров, как правило, самой большой проблемой по кузову является мутнеющий хром, что, по сути, не так уж страшно. Что касается надежности бортового электрооборудования, то здесь, на самом деле, дела у Ford Kuga обстоят не так уж и плохо. По большому счету, первое, с чем могли столкнуться покупатели подобных автомобилей, это быстрая разрядка аккумуляторной батареи. Дело в том, что, по задумке производителя, в данном случае при выключении зажигания машина не уходит в сон полностью. И можно запросто оставить, например, включенную магнитолу, что, естественно, приведет к тому, что через некоторое продолжительное время вы вернетесь уже к севшему автомобилю. Плюс заводской аккумулятор на Kuga имеет довольно небольшую емкость, а заменить его на батарею большего объема может быть затруднительно. Также в некоторых случаях забитый дренаж приводит к образованию лужи в ногах у водителя и переднего пассажира, что, соответственно, не идет на пользу электронным блокам внутри салона. Так что при осмотре поддержанного автомобиля на всякий пожарный лучше заглянуть под коврик. Хотя, конечно, подобное просмотреть довольно-таки тяжело. Из характерных особенностей именно Kuga второго поколения это сбоящий датчик уровня топлива. Правда, проверить этот момент при осмотре поддержанного экземпляра достаточно проблематично. И выявится он, скорее всего, уже после начала эксплуатации автомобиля. Ну а последнее, и особенно это касается рестайлинговых машин, это довольно-таки слабые разъемы проводки парктроников, располагающиеся за бамперами. Там, где всегда сыро и грязно. От времени контакты и провода имеют свойство окисляться. Соответственно, есть приличный шанс, что на возрастной Kuga это доп. оборудование уже не будет функционировать. В любом случае, всю салонную электрику лучше проверять на исправность. Что касается агрегатов под капотом второй Kuga. Пожалуй, самым распространенным вариантом на авторичке для дорестайлингов будет мотор объемом 1,6 литра. Рядная четверка с двумя верхними распредвалами. Привод ГРМ на таком моторе ременной. Интервал замены ремня 90 тысяч километров пробега. Этот двигатель оборудован системой непосредственного впрыска топлива с ТНВД. Здесь есть фазовращатели на впускном и выпускном распредвалу. Плюс турбина. Мотор существует в двух вариантах мощностного исполнения. Младший из которых это 150 лошадиных сил и 240 ньютон-метров крутящего момента. Разгон с нуля до сотни такая Kuga проделывает за 10,9 секунды. А максимальная скорость составляет 193 километра в час. При этом мотор отличается неплохой топливной экономичностью. Объем заливаемого сюда масла 3,8 литра. Масло маловязкое. 5W20, ну а бензин минимум 95-й. Что касается каких-то характерных недостатков и проблем. Пожалуй, самой глобальной проблемой с этими моторами является система охлаждения. Конкретно расширительный бачок и электромагнитный клапан помпы. Расширительный бачок имеет свойство трескаться и давать утечки. Также необходимо следить за исправностью термостата. Дело в том, что серия EcoBoost крайне боится перегрева. Результатом которого может стать растрескивание головки блока цилиндров. Что, соответственно, приведет, скорее всего, к замене двигателя в сборе. А это отнюдь не бюджетная процедура. С точки зрения ресурса поршневой группы, двигатель 1,6 на дорестайлинге предпочтительнее. Поскольку на полуторалитровых двигателях, практически не отличающихся по конструктиву от этих на рестайлинговых машинах, были еще и случаи разрушения поршней. Хотя, конечно, единичные. В целом, если вы купили машину с мотором в хорошем состоянии, помните о том, что масло менять здесь нужно чаще, чем предписывает заводской регламент. Для турбомотора разумной цифрой представляется отметка в 5000 км пробега. При благоприятных условиях, в целом, подобный двигатель способен отъездить порядка 250 000 км. Если же вы смотрите машину с большим пробегом, то предпочтительнее остановить свой выбор на варианте с двигателем 2,5 литра. Правда, такие машины будут уже после 2014 года выпуска. Двигатель носит маркировку YTMA или Duratec HE. И это мотор авторства концерна Mazda. Это более простая по конструкции атмосферная рядная четверка, также с двумя верхними распредвалами. На впускном валу установлен фазовращатель, но уже нет турбины и нет прямого впрыска. Мощность 150 лошадиных сил, крутящий момент 230 ньютон-метров. И по сути дела, двигатель 2,5 литра – это надежный агрегат. Кстати, с цепным приводом ГРМ. Ресурс цепи 180-200 тысяч километров. Пожалуй, основная претензия со стороны владельцев к этому мотору – это слабое соотношение между динамикой и расходом топлива. Первое хотелось бы побольше, а второе, соответственно, поменьше. Зато и ресурс подобного мотора – это около 400 тысяч километров пробега. Масло в такой двигатель заливается побольше 5,4 литра более привычной вязкости 5,30. А интервал замены вполне можно растянуть до 8-10 тысяч. В зависимости от условий эксплуатации и качества горюче-смазочного материала. Ну а из каких-то характерных неприятностей для двигателя 2,5, пожалуй, можно отметить разве что подтеки масла по клапанной крышке, заднему сальнику коленчатого вала, а также по сальнику клапана фазовращателя. Так что при осмотре такого двигателя обращайте внимание на то, чтобы агрегат был сухой. Рядный четырехцилиндровый дизель серии DuraTorque под капотом этих автомобилей на самом деле ведет свою родословную от французского концерна PSA. И может быть обнаружен под капотом целого ряда французских автомобилей. Сам по себе двухлитровый дизель мощностью 140 лошадиных сил, оснащенный турбиной, очень даже неплох с точки зрения крутящего момента и даже с точки зрения надежности. Но ключевая проблема дизельных автомобилей это большие пробеги, поскольку крайне редко дизель покупался с целью ездить на короткие расстояния. Купить дизельную Кугу с пробегом тысяч в сто вполне себе оправданное мероприятие, но покупать подобный двигатель на пробегах 200 или около того может быть уже нерентабельно, поскольку ближе к отметке 250 тысяч могут попроситься на замену как форсунки, которые стоят отнюдь недешево, так и сам топливный насос высокого давления. Ну а к пробегу около 300 подойдет очередь и самой турбины. Плюс дизельных Куг на вторичном рынке не так уж много. Что касается коробок передач. Большинство подобных автомобилей на вторичном рынке будет оснащено классическим гидромеханическим автоматом 6F35. Это шестиступенчатая трансмиссия, сделанная по мотивам коробки 630 от General Motors. По первости, до того как компания проделала некоторую работу над ошибками, были случаи выхода из строя этих трансмиссий на относительно скромных пробегах, где-то тысяч до 60. Будет неправильным думать, что абсолютно любая Куга к пробегу 100-150 тысяч уже прошла через ремонт автомата. Это далеко не так. И при нормальном обслуживании, при условии того, что вы меняете в этой трансмиссии масло раз в 45-50 тысяч километров пробега, эта коробка способна отъездить 200-250 тысяч. Но, тем не менее, случаи, когда приходилось заниматься ремонтом гидротрансформатора, либо обслуживать гидроблок, по этим коробкам были. На тест-драйве понравившегося экземпляра обязательно обратите внимание на то, как трансмиссия функционирует. Исправный 6F35 не должен дергать, толкаться при переключении и как-то выдавать свое присутствие. Также одним из неприятных симптомов, который приводил в итоге к ремонту, был своеобразный писк при включении задней передачи. В любом случае, классический автомат на бензиновой куге предпочтительнее роботизированной трансмиссии, которая ставилась на двухлитровые дизеля. Индекс коробки робота 610450. У этой трансмиссии двойное сцепление, работающее в масляной ванне. Однако, в отличие от коробок концерна ВАГ, данному роботу этот факт не слишком-то помогает. И очень многие владельцы дизельных куга приезжали на замену сцеплений на пробеге уже около 100 тысяч километров. Так что, если вы рассматриваете именно такой вариант, то при тест-драйве обращайте внимание на плавность работы коробки, и крайне желательным будет сам факт замены сцеплений предыдущим владельцам, который он может подтвердить документарно. Что касается системы полного привода, то у Ford Kuga задняя ось подключается в работу при помощи муфты. В целом, традиционная для кроссовера схема и, надо сказать, весьма надежная. Случаев выхода из строя системы 4ВД на этих автомобилях встречается крайне мало. Ну а перед тем, как посмотреть на Ford Kuga 2 снизу с подъемника, давайте пробежимся по дорожному просвету, каталожное значение которого для этой машины 197 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли это действительности. Нижняя точка автомобиля под защитой моторного отсека находится на расстоянии 20 сантиметров от асфальта. Брызговичок под передним бампером в 18 сантиметрах. От земли до порога за передним колесом 23 сантиметра. В задней части порога 25 с половиной. Ну а край заднего бампера находится на высоте 33 сантиметра от асфальта. Чуть ниже этой отметки висит банк оглушителя, подвешенный в данном случае поперек кузова. В целом, геометрическая проходимость у Kuga, несмотря на довольно длинный передний свес, очень даже неплохая. Довольно комфортабельная по меркам класса кроссоверов ходовая часть Ford Kuga представляет собой по конструктиву Макферсон спереди и многорычажную схему сзади. Шаровые опоры в нижних передних рычагах в данном случае заклепаны и по задумке производителя меняться должны в сборе. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике сверху и доступ к его креплениям для замены втулок, мягко говоря, не очень. Рулевая рейка здесь электрическая и на относительно небольших пробегах, тысяч около 60-70, она уже могла начать подстукивать. Правда, данный дефект дилеры за гарантией не признавали, поскольку на безопасность он никоим образом не влияет. Так что многие владельцы подобных автомобилей так и продолжали с этим появившимся стуком ездить. Если смотрите автомобиль с большим пробегом, на всякий случай проверьте рулевую рейку на люфт. Что касается ресурсов компонентов ходовой части, то сайлентблоки в передних рычагах способны отработать без замены до 150 тысяч километров. Амортизаторы где-то 100-120. Шаровые соединения также более 100 тысяч. Традиционно слабым звеном являются стойки стабилизатора, которые попросятся на замену пораньше где-то тысячам к 60. Срок службы ступичных подшипников крайне индивидуален и здесь многое зависит от режима эксплуатации автомобиля, но в среднем ресурс ступичных лежит в диапазоне от 80 до 100 тысяч. Задняя подвеска у Куги многорычажная. Здесь по три поперечных рычага и по одному продольному. Пружина и амортизатор разнесены друг от друга. Плюс оригинальные формы стойки стабилизатора поперечной устойчивости, доступ для обслуживания к которому здесь не в пример лучше, чем спереди. Что касается ресурса резинотехнических изделий в задней подвеске этого автомобиля, на пробегах до 100 тысяч километров, как правило, ничего делать еще не приходится. На конкретном автомобиле пробег 122 и пока нареканий по подвеске здесь нет. Таким образом, общие выводы по Куги как по модели будут следующие. Если исключить дизельные варианты с роботизированной коробкой, то в целом Ford Kuga это вполне себе резонная покупка. Особенно если речь идет про автомобили с двигателями объемом 2,5 литра. Однако 1,6 на дорестайлинговых машинах тоже неплох. Просто нужно более внимательно подходить к диагностике такого автомобиля, перед покупкой. В активе у этой модели будет высокий клиренс, хороший надежный полный привод, а также оцинкованный кузов, который очень неплохо сопротивляется коррозии. Ну а все остальные моменты, по большому счету, можно продиагностировать. На этом наш обзор подошел к завершению. Если у вас была или есть подобная машина, на которой вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, прописывайте все это в комментарии. Людям, которые думают покупать или нет подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Если обзор оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!